Я теперь быстро проговорю то, что хотел сказать. Вебинар посвящен тому, что является силой в мысли, а что является слабостью. Я исхожу из того, что все присутствующие знают закон притяжения, знают, как это всё работает. Мы об этом будем говорить немножко. То есть вы осведомлены, вам не нужно объяснять, что существует вибрационный мир как основа Вселенной. И так далее. Но люди, которые всё это знают, всё равно задают вопросы, почему именно вот это у меня не получается, я всё вроде бы как правильно делаю. Вот сегодня мы разбираем, что, как получается, не получается. Точнее, строго, если быть точным, мы сегодня смотрим именно на то, что является нашей силой, каким образом ум направляет нам вот это, и как с этим работает дальше. И, соответственно, да, что блокирует. Итак, всем прекрасно всё слышно. Поехали. Значит, вы прекрасно знаете, опять же, что внутри нас, человека, находится источник, который формирует всю реальность, то, что мы называем, допустим, Богом, бытием, всем сущим. И мы имеем то, что называется умом, шаблоны ума через то, что пропускается эта энергия источника и формирует ту реальность, которую видит ум. то есть это вы должны прекрасно знать. Дальше. Опять же, если вы знаете, что такое закон притяжения, слышали, осознаёте это, соответственно, вы знаете, что то, что вы представляете, то, что вы желаете, мгновенно существует, то есть мгновенно появляется. Ваши мысли, скажем, автомобиль, дом, комфорт, уют, отношения, это всё мгновенно начинает проявляться. То есть не начинает, сразу есть. Потому что энергия источника распространяется в это место и им становится. То есть это, сразу есть. И вот именно это понимание, то, что мы подумали, и оно сразу стало, это понимание базовое, что в бытие есть всё хорошо. Как это работает? Очень просто. То есть мы всегда генерируем желание. Видя, я хочу дышать. То есть мы об этом не думаем. Это всё происходит сразу. Когда я куда-то иду, я сразу хочу куда-то прийти. Я хочу есть, дышать, спать и так далее. Человек всегда генерирует непрерывно поток желаний. Он всегда нарастает. То есть таким образом мы всегда окружены своими желаниями ещё до того, как человек произнёс слух и обозначил это какими-то предложениями, условиями. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Смотрите. Вот сейчас я вам хочу показать картинку. Источник видит человека как вот такой фейерверк, который генерирует всё время вот этот поток искр. Каждая искра – это как желание. То есть мы для источника представляем себя вот примерно вот таким вот устройством, которое генерирует вот эти все желания. Таким образом. То есть мы создаем это мгновенно. То есть мы окружены вот этой аурой. И, кстати, Абрахам называет это ракетой желаний. Знаете, наверное, да. Но фактически вот такой поток идёт. Непрерывный, повторюсь, бесконечный поток. Теперь. Соответственно, мы в этом смысле, если мы смотрим на то, где источник, то фактически вокруг нас всё пространство вибрационное сделано из исполненных желаний. Повторюсь, исполненных. Я хочу эту мысль закрепить ещё, знаете, чем? Что для бытия нет момента желания наполовину исполнены, там, частично. Это сразу есть. И вот когда вы умеете осознавать, точнее так, настроены на бытие, на сущее, у вас автоматически вы знаете, что вы двигаетесь за потоком всё хорошо. То есть всё, что сделала она. Теперь. Проясняем эту мысль. И вот у нас существует ум, который, как мы знаем, вот то же самое, что тут кто-то спросил, у меня получается, не получается. Вот ум как раз повторяет то же самое движение, назовём так, источника, и пытается самостоятельно создавать, самостоятельно выдумывать пути. Таким образом, линии движения ума не совпадают с тем, что уже сделано источником. То есть представьте себе, что логика здесь такая, что уже есть что-то созданное, вот идеально созданное, вот идеально созданное. Возьмём, допустим, какой-нибудь там идеально созданный, под руками, идеально созданные наушники. Замечательно, мне очень нравится. И вот попробуйте сделать такие же наушники, один в один такие же. То есть если бытие идеально создало что-то сразу, ну, цветок, попробуй умом, то есть руками сделать то же самое. То есть всегда будет что-то не так. Вот это принцип, что когда мы пускаем вперёд ум, он всегда отклоняется в сторону и не повторяет некое идеальное движение. И мы сейчас будем говорить, почему это происходит и как сделать адекватное движение. И что ещё здесь хотел сказать. С точки зрения ума, задачи, у него есть, то есть ум не враг, realmente не служили. А чем тезискать ваши качества-то? Это очень меньше, чем kite. Эти то, что сейчас может быть давайте изучить постельку и тезискать, поэтому мы понимаем что ума не занимается scholars, что нам разви ópt Chen this whole выбрал всё плетал. Теперь, из-за того, что ум не воспринимает время как… Точнее так, ум выдумывает время, все это создается, и почему создается, я скажу чуть позже, но, как я говорил, время не существует, а ум, вы знаете, наверное, существует, перебирается, то есть все бытие строится кадр за кадром. Теперь вот простой пример, смотрите. Вы находитесь в комнате, допустим, позиция 1. Вот вы находитесь в этом месте, и вам кто-то говорит, подойди сюда, посмотри отсюда. Вы говорите, это чего мне туда идти, я и так все понимаю, что там. То есть это типично для ума. Еще более типично для ума, он находится здесь, и говорит, я отсюда представлю, как я отсюда смотрю в окно, и я знаю, что там. Вот как поступает ум. Теперь очень внимательно. Когда вы действительно из этой позиции, из этого здесь и сейчас переходите в другое место, оказывается, что в этом другом месте другое восприятие. То есть отсюда вы можете увидеть, допустим, там за спиной вы тут стояли, там пятно на стене, дверь вы видите отсюда, отсюда вы видите что-то в окне происходит, здесь другие запахи, это другой человек, другое восприятие. Это было одно время, один человек, это другой человек. Но ум говорит, что я знаю, что здесь находится. Вот это первый обман, который происходит, когда инструмент используется неправильно. И я, чтобы закрепить эту мысль, вот смотрите, два разных инструмента. И здесь есть какие-то ноты. И здесь есть что-то. Примерно немного по-другому. Разное звучание, два разных звука, две разных вибрации. Когда вы смещаетесь вот отсюда, сюда, это две разных вибрации. Это не просто по гамме смещения, это фактически разные инструменты, разные реальности. Когда вы в одном месте находите здесь сейчас, вот вам доступна полностью одна гамма, в другом месте полностью другая. Но из этого инструмента, вот на этот инструмент, сигнал не идёт. Это две параллельных, точнее так. Таким образом, мы каждый раз смещаемся, создаём свой-свой новую-новую реальность в новом-новом месте. Дальше. Вот что ум не воспринимает, ум думает, что он – это один и тот же человек, что он линейный. И всё то же самое, только ум как бы в курсе, что происходит. Дальше. Теперь внимательно, что происходит. Смотрите. На самом деле, для Я-Есмь, Я-Есмь непрерывное и одно и то же. То есть, что вы здесь, что вы в другом месте комнаты, что вы через год, через два, через пятнадцать, для Я-Есмь – это всё непрерывная одна реальность. Но вибрационное качество ума, вот здесь был ум в этой точке, он сместился сюда, это другая точка. Вибрации ума изменились. То есть, здесь вот как раз происходит разрыв. Вибрация. Ум равняется нашему эго. Смотрите, здесь можно сказать, что ум равняется эго. Но давайте вот тонкость какая. Я сейчас говорю о том, что ум, вы понимаете, инструмент. Он умеет думать, помнить, то есть фокусировать внимание. Когда мы говорим об эго, мы эти понятия не используем. Что эго фокусирует внимание. Мы как некая совокупность. Мнение о себе используем. Поэтому в данном контексте мы говорим ум как инструмент. Хорошо? Теперь. Так, так. Значит, из-за зависимости, повторюсь, здесь ключевое что? Вот на этом рисунке я есть. Действительно вне времени существует. Ум существует, воспринимает время. Что? Это не очень. На этом рисунке. Температура вне времени. На этом рисунке. Смотрите, как это происходит. В один изображений. что есть эффектный момент. Это неleshый момент. Этого резидент. На этом рисунке сейчас может быть. На самом деле. Ну, и если вы понимаете, то есть, это нечто. Да, неучая. Да, иначе. Да, это неумеет. То есть вы идёте по улице, видите, человек в пальто идёт. Вам нравится. Допустим, нравится человек в пальто, вы сразу мгновенно на себя это пальто примерили. Вам нравится фигура этого человека, а вы сразу захотели такую фигуру, к примеру, или это противоположный пол, или для кого-то это один и тот же пол. Я имею в виду, уже человека этого хочется. Если нет, мы обнимём револютора, так как это будет. Надеюсь, что эти девочки-выходицы нестерпятятся, Возможно, это всё мгновенно происходит. А почему мы запускаем ум? Просто это всегда бывает! Как вы думаете, что время – это как мы его наблюдаем? Это кадр, кадр, кадр. Это не просто – это тре对. Это личноеertonство, которая граждан, totally on the world. возле некого условного камня что выбрать вы выбираете в этом фокусе внимание вы идете до по фокусу по той частоте появляется ваш новый ум и вот теперь интересный момент появляется таким образом благодаря вот этому разрыву вы принимаете допустим вот это решение вы сформируете вот эту реальность и вы помните как вы сюда пошли альтернативной реальности благодаря этим разрывам выпадают из вашей памяти то есть таким образом человек не помнит альтернативу не видит ее остается в своем одном из выборов и не видит многомерности вселенной вот этот момент происходит дальше дальше вот что когда вы вы думаете туда 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 вы помните наступает некая пустота то есть ничего нет ничего вообще не существует дальше когда вы выбор определенный сделан вы туда двигаетесь именно эта вселенная перед вами загорается остальные ну наши наши картинки две вселенных вы не видите так вот 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 которые проводятся так Croz vivirTung we have known for which we have known for which we have known for it live in the 60's gets the music thanks the music natives a love for which we have to give you some собредниками Gary then making usMMER oppression That's what we have known for Donaldавюль We have known for the consulting mic was able for you by the searching for which we have known for what we have known for Дальше. Это… Да, мы понемножку проясняем некоторые вот на этом вебинаре там освещаем, чтобы все склеилось. То есть таким образом, когда мы говорим, что это другая вселенная, то это другая вселенная, то это другая вселенная. Представьте себе вот эта вот картинка. Ну, я дальше об этом скажу. Это был вот простой выбор, один. Вот сюда вы сдвинулись, к примеру, да? А здесь следующий, 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 следующий и ещё там миллиарды других. Насколько эти вселенные могут отличаться одна от другой? То есть почему мы говорим, что всегда человек… Вы создаёте свою вселенную индивидуальную, своим выбором. что бы вы не выбрали, всегда будут варианты именно, которые полностью вам соответствуют. Теперь. Следующий момент, который важно для осознания. Сейчас кого-то накроет осознанием. Когда вы находитесь здесь и сейчас, ровно в этом месте, у вас есть полный доступ к энергии, к изменениям. Фактически к изменениям вселенной. А вот в следующем кадре, где вас ещё нет, у вас вообще нет доступа. То есть ум действует следующим образом, когда мы неправильно его используем. и он говорит, что вот здесь вот сделаю выбор, из него сделаю следующий, из него сделаю следующий, из него… А нет. Вы вот в этой вселенной. В этой нейронной сети, в этой вселенной. И ваш выбор, если пошёл сюда, то уже не сюда. То есть вы пошли. И когда вы достигнете вот этого следующего кадра, вот в этом кадре у вас появится вот здесь вот точка приложения вашей силы. Вот здесь мы можем менять, здесь не можем. То есть чуть-чуть в будущее мы уже ничего не меняем. То есть у нас нет вообще там никаких ресурсов. Хотя уму кажется… Это, как я говорил, проходит на уровне, когда человек в комнате находится в одной точке и говорит, я буду в этом месте, я знаю, что там будет. Ничего вы не знаете. Вы знаете, вот здесь полностью ваша стопроцентная возможность. Бесконечная причём. Здесь у вас нет ума. Ох, друзья. Мы з Möglichkeit, не перейдём. Вот что такое, то есть это на самом деле. Мы же sociale и если отлично перейдём. И мы больше отлично, упомяемся. Потому что это нужно для этого, а это дать кинов – это только умное представление. Даже если у меня очень можно прийти, а что это Сейчас, дальше. Таким образом мы работаем… Представьте себе, да, художник и холст. Вот, где я сейчас – это руках художника. Место, где я хочу быть – это холст. То есть зона созидания. Таким образом, когда мы… Как появляется картина, мы берем, как в этом примере, кисть, холст, и мы рисуем. В момент рисования появляется картина, но она вот отсюда идет. Я имею в виду не от того, что мы думаем, как мы потом нарисуем, ничего не появляется на картине, вот наша точка приложения именно здесь. Ум же говорит таким образом, что вот я к картине приложу внимание, продумаю ее всю, и потом буду рисовать. Но потом, получается, когда вы рисуете, совсем другой результат. Сейчас я покажу чуть больше, чтобы не путать. Сейчас я хочу сказать, что ваше воздействие в точке как рука художника. Дальше. Вот теперь смотрите. Соответственно, каждый момент, где наша сила проявляется, каждый момент сдвига – это наши вибрации к выбранному фокусу. То есть, допустим, у нас есть три каких-то вариантов фокуса внимания, думать об этом, даже не так. Думать об этом – это уже дальше. Допустим, вообще выбор какой-то. Есть фокус, к примеру, сразу как конечный результат. Допустим, у меня все там отлично, все хорошо. Дальше. Возможны варианты, чтобы что-то случится. Допустим, третий вариант – всё плохо, всё разваливается. То есть, и то, и то… и третье – это готовые картины. И то, куда мы направляем внимание, мы говорим о том, что мы двигаемся к готовой картине. То есть, фокус внимания, зачем я сейчас фокусируюсь к этим вибрациям, то направляет внимание. Теперь… Сейчас… Если человек сомневает желание с сильными погрешностями, исполняется… Да, не знаю, что здесь… Ладно, хорошо. Таким образом… Хорошо. Продолжаем. Сейчас мы говорим о чём? Что вот есть какой-то фокус… Три альтернативных, допустим, вариаций, куда мы хотим сдвинуться. Мы туда фокусируемся. И вместо того, чтобы выдумать, каким образом это произойдёт, то сейчас мы говорим о чём? О чем мы фокусируемся? То есть, я к примеру, говорю о том, что… Представляю, каким я хочу быть в этом месте. То есть, я это представил, это сразу есть. Дальше. Он говорит, а вдруг этого не будет? Есть альтернатива. И вот момент фокуса. Есть у меня альтернатива, я буду об этом думать, в смысле, о том, что это существует в будущем, как данность. То есть, я буду говорить о том, что у меня есть альтернативы. То есть, данности нет, есть альтернативы. Это два разных фокуса внимания. Вы ушли в альтернативы, да? Вы там дальше ещё вилку будете создавать, ещё и ещё. И вот если на моменте здесь, сейчас, человек находится постоянно, регулярно, понимает, на чем он сфокусирован, не на альтернативах, а на этом, и выкручивается на еголень. И вот это, конечно, и есть точка воздействия. Дальше. Вот что здесь ключевое, хотел обратить внимание, и это сейчас самое принципиальное. Мы создаем вибрационными шагами, то, что для ума вообще очень сложно, это вообще ум, мы это вообще не понимаем, что мы создаем вибрационными шагами, не действиями, а шагами. То есть два простых действия, я сказал, рука и холст. Дальше ваша реальная созидательная сила контролирует, что вы сфокусированы на этом шаге, то есть вы на вибрации я имею в виду. А ум говорит, сфокусируйся на действии, то есть иди работай, иди долби. То есть ум говорит так, этого ещё не создано, это нужно сделать и, соответственно, найти какие-то действия, которые это сделают. Я сейчас говорю, смотрите, не о том, делать, не делать, я говорю о том, что ум как это сразу картину воспринимает. То есть он сразу делает, не вибрацию ищет, как мне сейчас правильно настроить вибрационно к этой реальности, существующей. Он говорит, как мне найти правильное действие. Затем, соответственно, когда человек задаёт определённый вопрос, вот у меня такая-то ситуация. Наш любимый пример, у меня там сосед с дрелью постоянно. Как мне подобрать какое-то действие к этому соседу? И вот предполагается, что вы должны какое-то действие применить, и тогда раз, вы победили. То есть у вас тогда появляется какое-то контрдействие, и вы как бы сражаетесь. Вот это вот в уме, в уме вот эта концепция очень серьёзна. То есть, соответственно, это вот, если мы говорили до... Ну, о чём-то мы говорили, правильно? Это я развлекаюсь. Если мы сейчас говорили, вот я только что в деталях показал, что как происходит. То есть, если вы это понимаете, что это мгновенно существует, что вам нужно найти вибрацию, чтобы к этому прийти, тогда вы понимаете, что от того, что вы возьмёте другую дрель, и будете соседу долбиться, то есть человек как бы подбирает правильное действие, вопрос не решается. Но, подобрав правильную вибрацию, вы находите ключ к тому, чтобы перейти к изменению, то есть к тому, которое вы желали совершить. Я сейчас буду говорить больше. Иди работай, иди долби, да? Хорошо, теперь, и вот смотрите, если вот это, да, что если вы понимаете, что вы создаёте вибрационными шагами, что вам нужно сделать вибрационный шаг, вот когда вы... Теперь давайте, смотрите, ещё раз я хочу здесь вот сфокусировать внимание вот на чём. Когда люди должны получать серьёзные болезни, говорим show, То есть все動 на свой, чтобы вы поставил волшебном человек из к для умерста, нужно взять какое-то destructивное что будет вас вер Andy Sewer and下. Кто-нибудь хор с почтёром? Что значит у нас, который он говорит, что, а ты тебе больше плохо, когда те, кто один есть, Querяйте со своим голосом? На самом деле что-то готово. То есть какую-то нет... Тогда думаю. Вы берёте, вот тут же на практике применяете. Вы не философствуете. Очень много людей, которые… Это из темы, да, всё мир – иллюзия, существует, не существует. Да вот, удар себя по руке – существует. Зачем? Сейчас ты можешь легко взять, проверить, каким образом вибрационно ты создаёшь. Взял – проверил. Не надо ни с кем спорить, что доказывать, писать трактаты. Есть – нет. Теперь. Когда вы это понимаете, вам остаётся этап, чтобы ум начал осознавать это и принимать эту логичность к своим ежедневным действиям. Когда это произошло, тогда вы легко осознаёте, что вот место изменения здесь, вот реальность существует, вот мне нужно сейчас подобрать вибрацию, сдвинуться. Всё легко. Теперь. Дальше. Теперь. Вот здесь мне попросили без воды. Вы знаете, я думаю, что вы, скорее всего, не понимаете, о чём идёт речь. Потому что вот сейчас я делаю те акценты, на которые нужно умно править, а не просто повторяю. Потому что вот, что именно, в этом суть. Когда человек говорит, дай мне упражнение, и я пошёл. Нифига. Если у вас ум не изменился, никуда вы и не уйдёте. Смотрите, теперь. чтобы это всё осознать, посмотрите следующим образом. Есть такой вопрос, как птицы летают стаями. Вот чтобы это прояснить. Как птицы летают? Вот вчера смотрел на птиц, и об этом раньше говорил, много людей говорили, почему стаи птиц, птицы не врезаются друг в друга, почему не рыбы плавают косяком, не врезаются. Соответственно, как это происходит? Вот вчера, допустим, не важно, я захожу в сознание, в птицу, в стаю, смотрю, как работает восприятие. Здесь очень интересное восприятие изнутри происходит. Смотрите, изнутри выглядит вот таким образом. Каждая птица идет по силовым, в скобках, по силовым линиям, хорошо. То есть силовая линия как таковая, то есть птица ощущает вот это, вот сейчас я прошу максимально осознанно. То есть птица ощущает вот то, что я до этого сказал, вверху вебинара в начале, если вы не отвлекались, то иначе, если вы не отвлекались, то иначе, когда вы не отвлекались, если вы 나오ете без этих документов, Если вы выявите, то есть вот этот тот факт, если вы не пропус clinics и пытаетесь, чтобы вы обращались в правильном взоре. То есть, пожалуйста, если вы помените, вы не обращается. Смотрите, я же скажу там, если вы не попали у меня в правильном. Птица, вот это движение воспринимает абсолютно идеально, вот у неё впереди, как магнит, всё хорошо, и она просто за ним двигается. То есть птица летит вот за вот этой своей линией абсолютно. То есть у неё ощущение, знаете, как тяга впереди исходит. То есть она как бы идёт, знаете, как тянет, да, То есть, можно сказать, что, повторюсь, она не думает, а абсолютно свободно и без страха всякого всяческого. То есть, нет ни малейшего. Это внутри происходит состояние «всё хорошо», которое образует это движение. И, таким образом, люди, когда в потоке, если вы за рулем ездили, вы едете в потоке, когда вы не думаете, какую педаль мне нажать, что там мне, куда руль повернуть, поворотник, всё это самоавтоматически включается, вы двигаетесь. Вот здесь мы приближаемся к этому ощущению потока. Только вот, назовём так, птица-стая, они именно таким образом всегда двигаются. То есть, им не нужно выбирать. Повторюсь. Движение по ощущениям. Дальше. Да, хочу сказать, что вот для человека это примерно выглядит, как если бы вы заходите в некое здание, да, есть там движение, вы идёте к одной двери, к другой, к третьей. То есть, у вас нет желания или необходимости двигаться там головой в стену прямо. То есть, вы видите дверь, просто к ней идёте. Вот это движение за всё хорошо, за потоком всё хорошо. Движение вибрации. Дверь вибрации. Вот я сейчас вижу, что люди развлекаются, я объясняю как раз то, что должен был объяснить. Это является вибрационным шагом. Когда вы идёте за этим состоянием, по этому состоянию, вслед за фокусом внимания, вы сразу видите следующую дверь. Она просто открывается перед вами. Таким образом, каждый шаг для человека – это дверь-дверь-дверь-дверь-дверь-дверь-дверь. И вы легко проходите по той траектории со своей скоростью, по такому же принципу, как двигаются животные, птицы, стаи и так далее. Никаких действий ума для того, чтобы двинуться в желаемую реальность, не нужно. Всё, что нужно, повторюсь, сфокусироваться на той вибрации, которая сейчас является для вас приятной. Дальше. Теперь. У меня тут говорят, что какие-то люди мешают. Ну, не важно. Исчезнут. Теперь. Дальше. Смотрите. Соответственно, давайте складываем вот это всё в некую картинку. Вот это понимание теперь, каким образом всё двигается. Вот есть наше место, где мы заходим в некое желаемое, хотим прийти к некому результату. То есть мы находимся в этом месте, где мы можем воздействовать, то есть там, где наша точка, воздействие на реальность происходит, чем я сказал выше. Теперь. Здесь мы сфокусированы. И если мы двигаемся по вибрациям, по желаемым, по всём хорошо, мы проходим через одну дверь, через вторую, через третью и так далее. И мы выходим. Везде никаких препятствий нет. И сейчас мы выходим к organism decretoестными. И всё-таки вкладываем достаточно к каким образом, чтобы ум в замечательном виде он вырустил им возможность відчин force, В общем да, и это нет. Пока это идет очень подробно и ум, и в комментариях вы понимаетеancy им можно преодолеться. И в комментариях мы живём. Но ты очень сильно прийти. Мы сфокусировались сейчас, пускай не мы, а некоторые люди. Так, я тут убираю ещё людей, которые мне не интересуют. С их фокусом внимания. Дальше. Что происходит? Когда ум рассеивает внимание, у нас включается вот это вот. То есть, когда включается, как это сделать, мы перестаём думать вибрациями. Вот сейчас там задавали вопросы, к примеру, неадекватные, с моей точки зрения. То есть, сфокусированные не на том, что человек хочет. То есть, люди задают вопросы, допустим, о том, что ему не нужно. Ну, о неприятности всяких. Теперь. И вот когда ум сфокусирован на, как мне это сделать, а будет, не будет, а что случится, завтра вся планета накроется медным тазом или не накроется. Если вы понимаете, как формируется реальность, как выбираете, так и будет. То есть, когда ум сфокусируйся на том, что ты хочешь, ты желаешь, сфокусируйся и двигайся к этому. Таким образом, если вы перевели, скажем так, отключили ум от ненужной фокусировки, или подставили себя об�� kwestу при этом сознании – AbeCом cautious mismo. Тогда лично рассматривать чему-то м interview. то есть также адекватно. Таким образом, если мы сфокусировали то, что окно совсем два конкурса, то он стоит к тому жечиков использовать абсолютно красивый плохой мозг и plano. То есть Reaper Todo SkyUk 1969 идет все собой. Это полезно поможет в том, как qualcosa и у вас происходит сфокусирование на эту формату. И потом у вас у вас означает старое действие. То есть мы таким образом сдвигаемся в страшно жить вселенную, назовем ее так, и начинаем вот здесь создавать варианты вот в этой Вселенной, вот буквально сейчас. Если мы сейчас обсуждаем с вами, к примеру, ну мы тут все собрались, там, рыбаки, да, обсуждаем, как хорошо, там, интересно ловить рыбу, да, или на каком там курорте лучше получать какой загар, или где лучше, может кто-то знает, да, какие пляжи в мире самые лучшие с точки зрения песочек мягкий, да, вот погода хорошая, волна какая-то оптимальная, не затаскивается, 준비, перемещение леса, не затаскивается, да, дышит листья, диantal ласкалит нанистовый, я очень долго извлечь себя, чтобы мы собрались на основе, что мы собрались на улице, если к примеру, то мы собрались на улице, то мы собрались на улице, да, чем побежали, что-то бы вы думали, что если действительно в грязь, то мы собрались на улице, на улице, Но если вы догадаетесь, то рассчитываете по предварительности то есть, она у вас раскалывается из клавиши, которая к шуриords, наверно, есть ли у вас, если вы не приходите к шурифту. Зачем такие интересные темы, что в Азио имеет тем. К сожалению, когда мы-то не надеемся, как они для защиты будут неприятности мифа. Потр % из therapists очень хорошо. То есть, вы можете針enschства делать революцию. Такой вот вы можете csr г skipped исследовании, пш. Это очень просто. Хорошо? Хорошо. Теперь. Важный аспект вот какой здесь. Из Вселенной, где жизнь страшно жить, к Вселенной жизнь прекрасна, всегда есть доступ. То есть они не заблокированы, в эти Вселенные можно переместиться. Особенно если вы не так далеко удалились по вот этим линиям. Потому что уму… То есть переместиться можно всегда, но ум пустит только на ближайшее обычно. Но технические перемещения возникают. Технические перемещения… То есть Вселенные не закрыты сами в себе. Перемещение возможно, доступ открыт. Это нужно понимать. Что бы с вами не случилось, вы всегда можете сменить фокус внимания и переместиться в любую Вселенную, которую вы выбрали. Нужно думать о том, что все время возникают маленькие желания… Наш внутренний навигатор, по которому двигаться легко и радостно… Это почти так, но не совсем. Смотрите, логика немножко. Наши желания всегда есть. У нас всегда есть подсказка, куда двигаться. Даже не потому, что возникает... Вы всегда это создаете. Просто вы всегда внутри знаете, куда идти. Но еще проще. Вы всегда задаете себе вопрос, на чем я сейчас фокусирован? Ну сейчас. И прямо сейчас вам ответ. То есть не то, что вот прямо сидеть. Где же мне больше нравится? Вот на этом желании или на этом? Вопрос другой. Какая у меня сейчас вибрация? Приятная или неприятная? Или вот связанная с этим? Чем приятнее? Вот тогда все совершенно... Совершенно... Да, вот еще я смотрю про страшную жизнь кто-то написал. Вот еще один нюанс. Когда у людей с чувством юмора не очень хорошо складывается. Это обычно показатель. Страшно жить. Вот показатель, что человек на этом больше сфокусирован. То есть если вы, как я говорил до этого, день прожили без улыбки, мысль провели, да? Каждая мысль без улыбки, это мысль потраченная зря. Так вот, всегда критерия, да, вам сейчас смешно, вот, точнее так, в радостно или не радостно, да? То есть, либо вы серьезно относитесь к, что будет там, чему-то, либо вы легко всегда воспринимаете. Это всегда внутренний критерий, я сейчас сместился или нет. Когда человек не знает, на что можно бы сфокусироваться. Дальше. Теперь, если вы понимаете, о чем идет речь, тогда двигаемся дальше. Когда человек понимает, что он может сфокусироваться на жизнь прекрасно, да? Почему я, кстати, всегда... Вы спрашиваете, если кто-то с девкой... Смотрите, вот я сейчас... Я постоянно делаю акценты на любых понятиях, которые негативны, я всегда не говорю с воскаженном восприятии. Ну, кому-то может страшно жить, да? А я всегда смеюсь, что это страшно жить. Ну, ладно, не важно. Теперь. Дальше. Так, кому-то тут... Смотрите, мне интересно, когда появляются люди, комментируют... Вот прошло сколько там, 50 минут с вебинаров, и они говорят, что я что-то не так рассказывал. Вы 50 минут тратите не на то. Потратьте на что вам приятно, правильно? То есть вы сейчас не на той частоте, чтобы это воспринимать. Пошли дальше. Так вот, здесь я хотел сказать следующее. Самый короткий путь, он же самый лёгкий. Этот путь короткий, лёгкий, наглый, простой. То есть, если вы просто не на то, что вы не сможете... И даже если вы не сможете делать, ну, что вы не сможете... Вы не сможете делать, чтобы вы не были. То есть, когда вы идёте... Идёте по... И, как я раньше говорил, это является вообще той энергией, по которой человек двигается. Давайте ещё. Как отличить приятное, что нет, когда эмоцию кроют? Ну вот мы только что говорили, что такое приятно. И, кстати, дальше я буду говорить об этом, поэтому сильно отвлекаться не буду. Но если вас вызывает как минимум эта улыбка, радостно, мы будем говорить о том, что это приятное, мы уже об этом говорим теперь дальше. Смотрите, вот этот аспект ещё один является одним из самых-самых-самых-самых важных аспектов. Когда человек находится в состоянии страшно жить, он воспринимает мир совсем по-другому. Он не видит, во-первых, простых решений, то есть ему кажется всё сложным, каким-то там внешний мир, не так поступают, не так страшно жить, не так ему написали, ещё что-нибудь. Ну, в общем, всякие у людей бывают нюансы. Но этот человек на этих вибрациях не воспринимает вообще, с чем он имеет дело. То есть простые решения. Дальше. Когда человек на вибрации «Жизнь прекрасна», сами ходы видны в лоб легко и просто. «Жизнь прекрасна». Вот сейчас, если вы это понимаете… Давайте ещё раз. Когда у вас высокие вибрации, когда у вас жизнь прекрасна, когда вы идёте за всё хорошо, вам видно прямо, куда двигаться, потому что ум работает в этом режиме. Я об этом говорил раньше много и подробно. Когда человек на неком ущербном, страшно жить, в мире что-то происходит, там враги плохие, знаете, что ум заблокирован, человек не видит путей. Вот это «надо что-то сделать» означает, что ты не видишь простого пути. То есть, это значит, что ты не на той вибрации, на которой ты можешь просто видеть. Понимаете? Очень простое сочетание. Когда человек не видит, он хватается за какие-то непонятные действия. То есть, идёт по-русски. По пути действия, допустим, берёт, меня антилайк лупит. Человек на высокой вибрации, в принципе, не будет ставить антилайки. Тем более мне понятно. Мне понятно, почему мне не будет антилайки ставить. По крайней мере, я в другом мире нахожусь. Но поскольку человек не знает, как поднять вибрации, ему надо что-то сделать. Куда-то в руки сунуть, какой-то заняться ерундой. Человек на... то есть, «Человек на SU» в том, что пара в виде наполнения не правил, на кухня, на кухня. То есть, он не ошибается. Если человек не хочет, то есть,AULT, то есть, локализация, оно не всегда возможности, кто-то… Но, может быть, он неlin, но... Но, если человек не хочет, то есть, нет, с какой-то такой то, кому ты будешь ставить лайки. Иди там слушай, что тебе нравится. Я не говорю куда идти. Каждый себе сам выбирает, что ему нравится. И это гарантированно. Эта позиция позволяет видеть следующий шаг. Это настолько Я надеюсь, что вы это осознаёте, ум в нужной позиции, как это работает, куда мы двигаемся. Когда вы ставите сам ум на то, чем он должен заниматься, он занят тем, чем должен, он видит решение, он к нему идёт кратчайшим путём. Это просто не работает. Это просто и замечательно. То есть, это вот так вот проходит. То есть, никаких флуктуаций не возникает. Так. По аналогии похоже на увеличительное стекло. Когда всё размыто, реально не знаешь куда. Фокус навёл, сразу понятно. Да, в принципе, это хороший пример. Кстати, я вам скажу, да, у меня была мысль из этого увеличения. И даем исключительное стекло и показать этот пример хоршо. Теперь. Так, нет ли вопросов у нас? По-моему, нет вопросов. Всё понятно. Да. Что, кому нравится, кому антилайк поставить. Смотрите. Дело в том, что это не то, что нравится или не нравится. Фокус внимания. Вы вот в этот момент, вы, скорее всего, не читаете. И это не суждение. Нравится мне, не нравится. Алгоритм – на что ты фокусируешь внимание. То есть, если ты фокусируешь внимание на том, что тебе не нравится, значит ты гарантированно через антилайки… Пойду-ка я поругаюсь с этими ребятами, отдохну душой. На самом деле ты гарантированно, через антилайки, где ты смещаешься в Вселенную, где жизнь страшно жить. И с этой позиции ты просто не видишь решения. Это невыгодно, понимаете? То есть, идти по позиции «я смотрю на то, что мне не нравится, я это должен подчеркнуть, объяснить, доказать»… Вот тогда ты просто ставишь в невыгодное восприятие свой ум. То есть, сам по себе создаешь невыгодность. Это настолько на уровне вибрационное отличие… Вот вы говорите, что Зеланд… Нет, Зеланд совсем о другом говорит. Зеланд как раз постоянно… По крайней мере, из того, что я вижу сейчас… Я за его творчеством вообще никак не следил. Но чаще всего то, что я сейчас вижу о Зеланде, когда меня переспрашивают… Смотрите, Зеланд там тролливали… Я вижу, что он всегда на страхе ориентирован. То есть, он с чем-то там борется, у него эти… Как они… Техногенные там… В общем, у него борьбы очень много, я не знаю, зачем он это… Ну, это его дело. Поэтому, как раз у Зеланда вот этот акцент утерян. К сожалению, U… Возможно, если он соберется, то все наладится. Хорошо. Теперь. Если мы поняли этот простой нюанс, и он легко, абсолютно доступен, проверяется, повторюсь… Хорошо. Почему проще концентрироваться на негативе? Вы знаете, именно проще, потому что ум обучен неправильно. И это не то, чтобы проще. Это контрасты, которые притягивают внимание, как типа угрозы. То есть, якобы что-то сейчас случится, то есть, ум автоматом фокусирует. Я сейчас об этом ещё скажу. Я об этом скажу. И там эта тема контрастов, мы к этому сейчас подойдём. Зеланд теперь следит за питанием. Как прикрыть рациональность ума и выйти на более высокие вибрации? Смотрите. Ещё раз я хочу сделать акцент. Мы сегодня говорим рационально. Я сейчас говорю очень рационально. Я сейчас говорю очень интеллектуально. Потому что использовать интеллект, рациональность в этом контексте тоже важно. Просто вы по-другому это используете. То есть, соответственно, для того чтобы… Вопрос не от того, что отключить ум или заставить его по-другому. Как смотреть на сам ум внешне со стороны. Что он делает, как с этим работать. То есть, на прошлых практиках СТО мы это проходили с разных позиций, чтобы это был инструмент, а не тот, чем ты себя представляешь. Хорошо? Так, окей. Дальше. То есть, на этих вибрациях вы очень детально понимаете очень много нюансов, и их там тысячи. Представляете, вот в мире, я еще чуть-чуть парочку скажу, в которых у вас есть тысяча оттенков, это как дельфины воспринимают, вот так вот, 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 вот И вот это продолжение вопроса, который только что создали, почему на плохом? Потому что ум смотрит на контрасты. То есть, смотрите, технически выглядит так. Когда вы не двигаете... Почти все тут двигаются, да? Сейчас я скажу, смотрите. Вот я вижу 379 лайков, в которых сейчас прямо двигаются по желаниям, да? Вот я вижу 379 лайков, и 2 антилайка. Это те, которые пока не двигаются. Как правильно, как легко, да? Вообще раз, понимаешь цифры ровно, да? Чуть не знаю, никакой телепатии. Ладно, хорошо. Смотрите. Когда человек на высоких вибрациях, вот это движение между оттенками, там радостно, восторг, да? Водушевление. Или человек не фокусируется на вот этом потоке. Ну, опять же, это вопрос еще привычки. То есть обычно ум среднего человека, он вот так, в диапазоне легко. Когда человек не фокусируется, он встречается с контрастом, то есть с тем, с чем возникает для него внезапно удар в лоб. То есть это именно контрастная ситуация. Это всё, это жёстко, когда человек отказывается идти по всё-хорошо очень долго. Он накапливает вот это всё, и теперь ответ на ваш вопрос, почему на негативе легче фокусироваться. Потому что это само к тебе вваливается, хватит уже отказываться от этого. И вот человек в позиции находится и так сойдет, когда он не хочет это понимать, не хочет воспринимать, говорит, но все-таки мне это сойдет, там более-менее, как-нибудь, 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 как-нибудь. Как-нибудь. Это не так, а в конце концов, когда он понимал, что все-таки, как-нибудь, вот так, как-нибудь все-таки. Что-то она что-то, но если вы не хотите, когда он не хочет, то хотя бы он не хочет, то, чтобы вы не хочет, то есть, будет весьма, будет весьма. Поэтому, как я сказал, на высоте вы легко различаете радость, признательность, энтузиазм, вдохновение, восторг – это всё легко. И вот у вас там тысячи, тысячи разных вот этих нюансов, в это всё легко, вы можете купаться, отклоняясь от идеального, скажем так, решения на вот эти доли процентов. Я практически уже готов для тех, кто в теме, ко второй группе занятий СТО, СТО-2, где мы будем больше этим заниматься, именно оттачиванием нюансов. Как, знаете, не как сражаться с чем-то, а как жить между признательностью и восторгом, вдохновением. Естественно, это всё имеет абсолютно практическое применение, как и на первых занятиях. У нас есть много примеров, не буду об этом говорить. То есть, дальше мы будем об этом идти в практику, сейчас я не буду на этом фокусироваться. Сейчас я хочу ещё пару нюансов рассказать. Теперь, когда человек снизу находится, то есть, на низких вибрациях или, скажем так, нестабильно высоких, тогда для него очень сложно различать вот это вот всё. Очень-очень, оно такое всё серовато, смытое, однотонное. То есть, человек говорит, что там мне так неплохо, там что-то вот так вот. Ну, там вроде как смешно. То есть, вот все позитивные вибрации группируются в одну серую такую или там светящуюся зону. Человек плохо различает у нас низких вибраций. Вот знаете, будем только найти металку. То есть все, что нужно в этой точке быть на высокой вибрации, и на следующем, и на следующем. Так, дальше. Теперь. Хорошо. Легко достигается конкретно в этом дне. Дальше. нам не нужно годами тестировать проверять какие-то там произойдут результаты не произойдут не нужно мне часто здесь тоже велька видел там приведите примеры там пускай люди списке напишу что у них там как получилось вот сколько списков не давай я заметил он все равно не туда направлен если вы заинтересованы получить свой результат делайте самым самые простые действия самая меда вибрационные шаги на себе проявить из себя фиксировать все примеры сторонние они такие останутся гипотетически так и поэтому я визы овощи потому что у всех находится невозможно на счетах послалят но там и я сейчас привыкла его овощи не только вспомните и у меня хлопава ставь того что я буду на сдачной а у меня на сдачной шаге на стоит а у меня нет и то есть это можно иметь и високу то сдачной все то есть что у меня выводы на это время выводите тоже они выводят которые мне говорят не pajamas а теперь и потому что понять что у меня такой пик салай тоже обращается ничего не представляете как они выводят и оденен да как выводите но выводите Те, дёшки, её любят руководителей, которые идут То есть, всё будет хороша, зав kein Lobos, фиг – я не просто буду от того, как быстро работаю, которая может быть с собой, но не состязненностью. Просто вы apps Tutaj invitation. Ть до подогнать,TS В CO6 Jacinta Park, slee Got out, ей được И уж тем более не когда они для меня что-то что то сделают, а они правительство меня послушать не позволяют, тем более это тоже бессмысленно. Ваша точка вас выводит в вселенную, которую вы хотите видеть вокруг себя. Без этого понимания всё остальное не имеет значения. Так, что... Следующая группа решена, когда я случился. Вы говорили о максимальных изменениях через 17 дней практики, изменения с утра и т.д. Почему не видно изменений? Ну вот смотрите. Почему? Вот вопрос, который задаётся вот из такой позиции. А я вам ответ задаю. А вы контролировали 17 дней вот эту вибрационную составляющую? На чём был сфокусирован ваш ум 17 дней? Ведь в большинстве случаев, вот когда ты садишься с конкретным человеком, то есть не просто на эти вопросы. Вот я уже 5 лет практикую, тролливали, думаю, о хорошем, и у меня не получается. В садической ситуации всегда разбираться с конкретным человеком. Всегда. Разбираясь на чём у него фокус внимания в большинстве, и оказывается, что в большинстве его фокус внимания не на том, что он хотел материализовать. Это в лучшем случае. Я не буду, естественно, разбираться, тем более на вебинаре, с чем конкретно, а вы сами это можете увидеть. Если вы будете с собой честны, потому что это вам нужно, а не мне, вот вы тогда с этим разберетесь очень быстро. С фокусом внимания. Дальше. Смотрите, давайте чуть-чуть попробуем. Сейчас мы посмотрим технически на эти все аспекты утром. Сейчас я хочу, чтобы совсем, если кто-то где-то потерялся, комментарии рисовал, ему там скучно было, я имею в виду не слушал. Я попрошу, то, что я рассказывал сейчас, это не был просто набор слов. Это было последовательно изложение логики, которой ум нужно тренировать, чтобы вы создавали желаемое. Дальше. Теперь. Когда ваш ум уже работает в желаемом русле, вы можете посмотреть на технические простые аспекты, такие как утром вы включаете утверждение. То есть вы просыпаетесь и делаете какое-то некоторое время, назовем 5-6 минут, когда вы увидите, что в устойчивая вас вибрация. То есть самое сильное утверждение – это признательность энергии. Можно использовать благодарность, но это утверждение, что это есть, я признателен за это. Это очень простое. Утром утверждение. До того, как начался процесс мышления, до того, как начался процесс мышления, до того, как вы стали вспоминать, какие у вас дела, вы включаете утверждение, в котором есть признательность. Вы признаёте, что позитивность. Утверждение, повторюсь. Если из этого вы падаете. Писал так, не успели, вылетели и так далее. Вы включайте вопрос. Вопрос возвращает человека к утверждению. То есть, вопрос к любопытству, а что если? Вопросом может быть, смотрите, а что если вот это произойдет, как я хотел, как оно там будет? Или, допустим, вы хотите пальто, как мы говорили. Человек говорит, к примеру, позиции в мае, я имею в виду, вот, блин, пальто хочу, классное, красивое, теплое, можем, sollten, здесь было не все уже частично, по сути, поверите, а я такой смирv не достала меня. И как Kennedy мир pintor? Нуpolitik? В roads нитка используется не только смотрите его, или зачем больше волк prefорабатывать? Если бы вы могли поставить в его помоги, что каждый, значит, этот картинка обмана может皇 Hell быть человек, который он запрет в памятник, вы отвечаете на то, что сейчас он идет, Ну, сразу как бы ищет ответы, как я буду себя чувствовать в этом пальто. Ну, там тепло будет, да, уютно, там, тут у меня, там, допустим, в шею будет, там. Или у меня люди будут на меня смотреть, и мне это приятно. Вот тогда вопрос возвращает в это состояние. Признательность за что? Признательность, утверждение о том, что у вас есть то, за что вы признательно чувствуете благодарность. То есть, утверждение, смотрите, какой прекрасный воздух. Замечательная погода, да. То есть, небо всегда следует за мной. Какой у меня великолепный, этот, как он, ну, в общем, штука вот эта вот, дрель, да. Или еще, да, там, как классно, что у меня две дрели. Ну, в общем, и можно разбирать по деталям любую. Чего угодно, необходимо вибрационно почувствовать вот это, знаете, да, как состояние благодарности. Дальше. Теперь, если человек с признательностью вылетел с нее, состояние высоковибрационное, да, если любопытство уже не впускает, вы не можете через вопрос зайти, тогда еще сильное, да, Это ощущение в теле, вкусно, ароматно, красиво. То есть это всегда включают. То есть через тело включаемся в ощущения, опять же возвращаемся. То есть любой стакан воды замедлились. У нас на СТО тема база. Вернулись на базу, вытормозили все вибрации, которые нас унесли. То есть ощущения в теле. Все вот эти моменты возвращают опять же. То есть вот эта вот стройка, утверждение, вопрос, ощущение, их можно, как с утра, все три подряд, как угодно. Но это три вещи, которые вас легко включают в нажилаемую вибрацию, не переключают из нежелаемой. Почему я об этом говорил? Если вы хотите вернуться в эту вселенную, вы хотите в этот доступ кратчайшим путём и вернуться, используйте вот эти три фактора – подтверждение, вопрос, ощущение в теле. Дальше. Обычно ум действует от обратного. Вначале он видит контраст. То есть в теле что-то ему не было, что-то ему не было. И он думает, что он поднимает вибрацию, и, как обычно, на автопилоте ум занимается вибрационным… Например, в противопок representa令, а whether or not reminisce или быть, когда об Behcomm, знать, среди, когда обезьяны, именно обузей. сложно, в предприятии быть наверно, но, в toute Bodh'е, особенно, во время восприятия Engineering Н�ard, Это состояние ума меняется автоматически, когда он следует этому алгоритму. То есть то, что ум... Да, я повторюсь, сегодня мы занимались тем, что мы показывали, каким образом уму объяснить, показать, как его натренировать, выбирать реальность, которую мы желаем. Вот это то, что... От такого алгоритма, который я только что написал. Интерпретация, да? Это правильно, интерпретация. Помните, я говорил выше насчет того, что я негативные аспекты стараюсь как-нибудь искажать. То есть мой ум их не любит. Я не люблю негатив, не люблю фокусироваться. Вот это всегда именно из-за этого... Ладно, я не буду про чувства юмора говорить дальше. Так, теперь... Обучите интеллект нести добро в дом, а не из дома. То есть давайте немножко резюмируем. Соответственно, вот сейчас, когда... Вот это вот, да, часть, это когда мы выносим... Это как, знаете, алкоголик, который пропивает добро, да? Все, так сказать, хуже, 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 да? Все по наклонной, да? Вот это вот обычно ум делает через вот эти вот... Через интерпретацию... Принесли так... Вот это вот единственный. Принесли так, можно только надежно. К возмутой сейчас. Вито, честный не нужен. Как, по-моему, 9-ой, 26-ой, 27-ой. Это обычно, где крылья, 27-ой, 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 27-ой. К примеру. Мы идём не как сделать, а как получить. Потому что реальность, всё хорошо уже сделано. Оно уже в готовом виде есть. Оно уже готовое. Нам как сделать, не интересует. Мы учим ум работать с готовыми продуктами, уже сделанными. Нам уже это сделали. Мы их берём. Вот разница. Мы не делаем, мы берём. Чтобы брать, нам нужен фокус, внимание. Чтобы делать, ну, чтобы делать, А ум, когда на работу ориентирован, на «сделать», понимаете, мы сейчас говорим не о бездействии, типа, лежать на диване, либо мне работать, мы говорим о уме. И то, и то, то есть две позиции ума, как сделать – это ум. Да? Как сделать – это ум. Ум. И фокус внимания – тоже ум. Это не имеет отношения к самим физическим действиям. То есть позиция ума, когда он ориентирован. Первое – фокус внимания. Я проверяю. Мой фокус внимания на высоте. То есть я ориентирован на том, что я хочу получить. Дальше у вас само действие автоматически напрашивается. Оно очень простое, оно интересное. То есть для вас это открытие. У вас есть энтузиазм, у вас есть вдохновение, вы в том, что вы едете на это уже физическое действие через фокус внимания. Естественно, мы говорим всегда об этом. О радостном творении. И ни в коем случае мы не говорим о том, чтобы лежать. Потому что, я знаю, потом кто-то всё равно так поймёт. Мы не говорим о том, чтобы лежать и смотреть в потолок. Мы говорим о радостном физическом проживании жизни, в котором много-много физических действий, которые вам доставляют много-много радости. Причем поток, 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 поток радостных действий, потому что вы ориентированы на фокус внимания в уме. То есть фокус внимания на желаемое приводит вас к желаемым действиям. То есть фокус внимания сразу на как сделать, то есть я имею в виду, когда мы запускаем им в интерпретацию факты, ну, собственно, уже я сегодня много об этом говорил, не буду повторять, приводит к хаосу, потому что сила находится здесь. Так, у меня на сегодня все. Все, смотрю, есть ли вопросы. Тут кто-то что-то писал. Так, пишет, чтобы двигаться куда-то, на чем-то, и попытаюсь поймать, с такой скоростью не могу успевать прочитать. Так, попробую еще раз. Смотрю на вопросы. Так, так, так. Чей-то начал, либо человек удалил вопрос, но я не могу теперь его увидеть. Значит, нет. Так. Так. Какие у нас вопросы? Почему с утра низкие вибрации, к вечеру настроить? Ну, вы попробуйте вот с утра настроить. Вот не почему низкие, а вы попробуйте пойти по алгоритму, который написал. Минут 15 уделите, чтобы вы сами сформировали, благодаря фокусу внимания. И вопрос, почему, для вас будет уже как. Это очень просто. Так. Вопросы. Это помидоры, цветка под перцем. Шары. Какой полезный вопрос, да? Шары. Так. 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 Смотри, есть ли вопросы. Так. Так. Эти. Так. 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 Так, что у нас в другом варианте события, где моя память не помнит, присутствует также физическое ум, тело, эго. В физическом ум, тело – это созданное вибрационное состояние. Всё так это происходит. Вы не так рассматриваете… И это не тема нашего вебинара, что его сознание не пометало и не может. И это, конечно, не просто, что таким образом на это… Немного хотя бы и так. Если тело в другой реальности, оно будет всё равно искажаться. Я к тому, что это не очень правильно с этой позиции рассматривать. Но мы позже разберём альтернативные вселенные на СТО-2. Это будет полезно, но для других целей. Так, про запись. Да, конечно, она здесь останется, поэтому я думаю, что это будет полезно. Находите, 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 находите. Это очень важно. Находите, находите. Это было очень важно, значит, где мы обедем выход, то есть т.е. вот это ничего с ума. Ты его как-то не 음식, но я не его как-то я его, Если вы вибрацию на сейчас выбрали, вы фокусируетесь на желаемом, соблюдаете, держите фокус. Всё просто. Так. Ум в позиции «всё хорошо» приводит к реализации желаний наилучших. На желании нужно концентрироваться или нет необходимости в таком случае? Ум в позиции «всё хорошо» приводит к реализации желаний. На желании нужно концентрироваться, или нет необходимости в таком случае? Так вот, теперь ответ следующий. Позиция «всё хорошо» – это и есть концентрация на желаемом. Позиция «всё хорошо» равно концентрации на желаемом. Но это не равно о том, что вы думаете, что что-то вы желаете, и вы упорно концентрируетесь на этой грёбаной зелёной машине, и вы думаете, что у вас есть желаемое в точке «сейчас». Это и есть позиция ума. И тогда ваша зелёная машина мягенько, аккуратненько подкатывает бесшумно к вашему подъезду. И когда ваша желаемое равно мысли о машине, тогда мягенько, аккуратненько они думают, что они в этом и вы думаете, представляете ровно тогда, когда вам это приятно делать. Понимаете? Молодцы. Хорошо. Так. «Как вы относитесь к планированию дел?» Я об этом говорил раньше, что планирование как таковое облегчает восприятие, что это возможно. Это просто облегчение для ума. То есть планирование нужно тогда, когда вам сложно представить конечный результат. Ну, планируйте. То есть у вас там шесть, шесть понятных лёгких процедур. Легко, понятно, просто, приятно. Всё отлично. Вот оно энергетически так и работает. Всё. Кому, кто более по-другому, скажем так, ему проще по-другому. Ну, то есть планирование позволяет… Скажем, я почти никогда ничего не планирую. То есть «почти» это примерно представляет, чем мне интересно заниматься. И оно само под меня всё подстраивается. Но когда процесс какой-то сложный, ну, вроде там, приехав в какую-то новую страну, где-то поселиться, там ещё что-то, ты представил это, 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 оно тогда легко произошло. Грубо говоря, каждый этап материализовался, где было приятно находиться. Так. Хорошо. Так. 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 Что у нас? Вопросы по теме… По теме «вопросы…» «Если времени не существует, можно ли с точки зрения сейчас изменить прошедшее событие?» Абсолютно одинаковый алгоритм, как мы создаем вперёд. Я об этом на других вебинарах постоянно говорил. Алгоритм назад тот же самый. То есть, вы поменяли вибрационное состояние сегодня, в соответствии с тем, как вы видите вперёд, память ваша автоматом изменилась. Кстати, это всегда происходит. Вот на вопрос «поменять прошлое», я ещё раз много раз говорил, встречаются два человека. Один говорит, помнишь, там два года назад мы шли по улице, допустим, здесь был там ларёк синего цвета. А другой говорит, нет, мы шли по улице, здесь был, что там, не знаю, дом красного цвета. То есть, каждый помнит своё. Они говорят, давай спорить, что это с третьим, там третьего он нас разрешит, ну там фотографии поищем. На самом деле, это два человека из двух разных реальностей прошлого. Один забыл вот эту реальность, другой забыл вот это. Отсюда вообще все споры о прошлых событиях. Потому что на самом деле, мы просто из других реальностей заходим. И когда вас убедили, что был всё-таки синий ларёк, вы фактически перепрошили старую реальность. Это вот отсюда эти события вообще с воспоминанием, что каждый помнит своё. Это разные реальности, на самом деле. Так. Чтобы двигаться куда-то, вы говорите, надо на чём-то фокусироваться. Так, например, дельфины. У меня в обед дельфины, вечером пальто, утром туфли. Как выбрать что-то одно? Ещё раз то, что было раньше сказано. Каждая точка фокусировки, смотрите, важно, каждая точка фокусировки имеет отношение к этому моменту здесь и сейчас. Ваши утренние дельфины не имеют никакого отношения к вашим обеденным, что у вас там, пальто или туфли. Дельфины утром не равно туфли днём. Потому что это совсем другая точка. Это внятно, чётко, понятно должно быть уму объяснено. Нет конечного ответа, на чём мне фокусироваться. Вы сейчас определяете, на чём вам приятно в этой точке. Тогда вы действительно сфокусированы на всё хорошо. Тогда к вам дельфины и туфли идут с равномерным потоком. Соответственно, что туфли с дельфинами не очень совместимы, допустим. То есть, если у вас там дельфины лучше ласты. Всё приходит в той точке, когда вам нужно. Закуска приходит ровно под пиво, а не посреди ночи, когда вы проснулись, открыли холодильник. Ну, кому-то и так. Просто мне под пиво может вкуснее. Я имею в виду в облаку открыл ночью, в 3 часа ночи там ешь, или там икру. Ну, короче, всё в своё время приходит, когда вы понимаете, на чём вы фокусируетесь. Так, что у нас… Если человек уже отразился моим же желанием, допустим, всё чётко понял, но сейчас он не пишет из-за чего-то, и он не пишет из-за чего-то. Или любит пиво? Прикорист. Он не пишет из-за чего-то по-другому. Да, это шучка. Это, подс Tactics, где-то ты неlean. И вы пишете из-за чего-то, но они говорили о своей точке. То есть, в принципе, здесьания придёт. То есть, в то же время. Я не рекламирую, более того, что я отговариваю постоянно, не надо к мне идти на консультацию. Потому что для меня это, скажем так, отнимает определенное… Ну, не отнимает, в общем, требует затрат времени, моего фокуса внимания. Фактически с этим человеком провожу сутки от того, что мы в сознании. Когда мы с этим человеком вибрационно согласовываемся, мы разбираем, вот на этом фоне. То есть, я никак не заинтересован, чтобы этого было много. Мне достаточно. Так вот, смотрите. Когда мы разбираем с каким-то человеком его конкретную ситуацию, и мы разбираем не только там вообще в обычной жизни, но я имею в виду, что человек формулирует как некий вопрос, вот как бы мне на него повлиять. И если человек слышит, то он говорит, что он говорит, а кто не пишут, а кто не пишут... Это как бы ответ на все консультации, к которым кто-то хотел прийти по отношениям. Вот сразу его ответ. Если вы слышите, на чём вы лично сфокусированы, и вы соответственно двигаетесь по этому пути, ваша ситуация с отношениями выравнивается всегда стопроцентно. Если ты говоришь, я не знаю, что в певице Всего – серьезное позвольник, когда мы наquer时候. 好像, в которую оно einf aiming, зак translated, но можно сделать назначение. То есть, нужно выбрать что-то одно и сфокусироваться, если это важно. Неправильно. Вы сейчас сфокусированы на том, что вам приятно, и этого достаточно. Ваши сейчас всегда… Вы всегда сфокусированы на то, что приятно. И в итоге у вас события идут всегда, которые вам приятно. Всё. Никаких выбрать одно. Это важно. Для вас важно ваше удовольствие. Правильно? Правильно. Для кого-то, для каких-то садистов, может, не важно. Сейчас глянем на антилайки. Что у нас там в конце вебинара? Четыре. Вот, видите, четыре человека уже сфокусированы на какой-то ерунде. Вот они своим заняты. А сколько у нас лайков стоит? 545. Вот, 545 прекрасных сфокусирований. Вот это я понимаю, люди молодцы. Так, смотрите, и мне приятно, и вы молодцы. И что, наоборот, приятно… Ну, надо приятно, конечно. Не зря вот тут развлекался я с вами. В смысле, что я молодец, что я адекватно построил информацию, которую мне хотелось донести. Здорово, вот нас вселенная, да? Нас в этой вселенной больше. Я имею в виду людей, которые хотят заниматься своими вибрациями. Мы расширяемся, мы формируем поток событий, и с нами автоматически всё происходит так, как мы, даже возможно, не планировали, потому что мы не можем Так, что такое контраст, я не буду говорить об этом. Я много раз говорил на вибрациях. Это выбор. Ситуация, которая вас заставляет выбирать. На ней рождаются вибрационные, эмоциональные эффекты. Так, что у нас? Дельфины в пальто у кого-то. Нет-ля, нет-ля, не знаю, но шепка куда-то у насتم, из-за этого прин Hartz, падающего нам skills, просто получение такое Barz не привык Derek больше. И не нужно заниматься присутствии с этим теломом, они прибыли проявлять его питание, они в них идут не такие з미, а хочу определенные Alternative для очевидных, о своем состоянии, вы в нем заходите к кому-то и там сидит какое-то унылое, пускай будет чмо, да, мир плохой, там какие-то паники, там какие-то вирусы летают, шмейрусы там, гадюки ползают, эти змеи там, не знаю, инопланетяне нападают, высасывают мозг. И в общем, и мы им, да, сейчас я его послушаю, потом буду его вытаскивать. Короче, что к концу разговора у вас в голове вот эта вот одна фигня, потому что вы пошли вытаскивать. Когда вы заходите, и вам человек, а у меня, слушай, не гони вот это вот, займись с собой, да, нет, если да, то да, если нет, то иди там. То есть вы остаетесь, ну я сейчас не говорю, контекст, как вы с человеком говорите, вы говорите, что у вас забудет ваше состояние, что вы удержитесь. И дальше происходит очень просто. Либо он подтягивается под вас, но вы не падали. И тогда вы с ним пошли гулять, хотел сказать пиво пить, не сказал. Пошли с ним гулять, да, там, наслаждаться солнышком. Либо вы рухнули к нему, но всегда с вас начало, да. Сфокусирование либо нет. То есть вот вас, ваше начало. В отношениях ваше начало. Вы на высоте или нет? Вы на высоте или нет? Вы на высоте или нет? Всё. Ответ по любым отношениям. Ещё раз. То есть не надо ко мне идти на консультации по этим вопросам. Всё. Вообще не надо. Я не зову, не надо ко мне идти на консультации. Всё. Вы на высоте. Вы вытянули. Вы не упали. Всё. Как только вы говорите, мне нужно спуститься вниз, чтобы его поднять, всё. Вам гайки. Вы пошли вниз, в пике. Вас утащит. Вас эта тема... Сейчас я им докажу, почему мой мир лучше. Вас эта тема... Ваше опробуйте. И я его пишу. Слышишь? Я оба на высоте. Сейчас я оп dopamine тебе опьянула? И я его пишу. Я сейчас моя штука. И я его пишу делать на консультации, и я его пишу. Я его пишу. Я его пишу. Я говорила. Я его пишу. И я его пишу. И я его пишу. Я его пишу. Он пишу. Да? И вот если я пишу. что-то или нет. Всё. Действия вторичны. Пойдите по пути, что вам приятно. Поэтому моё, конечно, нет, имеет отношение, что нет, не делайте выбор с позиции действия. Так. Пошёл работать моделью, фотографии, сказали, что не типаж, заниматься время делом. Опять же, видите, это акцент в… Вообще, я вам скажу, что работать моделью, на самом деле хорошая модель, она в постоянных страданиях находится, потому что она должна соответствовать чужим критериям. Самая классная модель – это некий модель, модель, которая играет жирного, развратного, я не знаю, или какого-то… Или пухлую, развратную бабу. Жирного, развратного мужика, пухлого, развратного… Ну, одно и то же. Почему? Ни о чем не заботишься, занимаешься развратом, всё, и ты нужен как модель… Вот именно такой типаж. То есть, ты не под чьи критерия не подстраиваешься. Ну, это я утрирую, да? Потому что модель, как таковая, это постоянно под это подстроится, 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 подстроится. Поэтому, если вы будете в идеальном состоянии внутреннем, и к вам кто-то подойдет – блин, ты прямо светишься, можно тебя вот… Вот ко мне, кстати, подходили моделью, да? Вообще… Вы понимаете, что дает вот этот ваш свет, вот что хочет вот от вас, вот туда. Вот оно само автоматом произойдет. То есть, а гоняться заранее, что я хочу вот там и соответствовать. Так, один пошел пиво пить… Да, вот видите, слово «пиво» у меня начинает к концу вебинара появляться в комментариях ваших. В чувству, да. Пора, наверное, заканчивать нам. Что? Чего? Что? Что именно? Если двигаться за все хорошо, то открывающиеся двери всегда ведут к желаемому. Да, тут вы хорошо сформулирует, сегодня с вами согласен. Вы молодец! Возьмите, даже… Вы даже так хорошо сказали. Да? Двери открывающиеся идут к желаемому. Да, оно готово, двери просто открылись, и вы видите. Бац! Все. Привет, Вася. Я пришел. Так. И что? Я говорю, что уму кажется, что надо ему двери построить и построить желаемое, и тогда ум игнорирует вибрационное свойство Вселенной. Он думает, что он сам по себе живет, что это линейное существо, и вебинар сначала, перематываем в обратном порядке, что ему нужно страдать, упираться, и так далее, все последствия, и тогда, естественно, его ум не в том положении, когда он видит. И тогда действие, 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 бесконечное действие, медаль за храбрость, медаль за подвиг, медаль за красивую смерть, и в общем, никому это в итоге нафиг не надо. Вот дело не надо имеетipsа, не нужно. Поэтому надо различить образование клиентов для brillian. Изba mid age, а ну и мы… Но мы не замечаем, например, из этой shy wafer. Если в данную минуту нет чего-то очень приятного, желаемого, просто как-то нормально, как найти лучшее, что взять и быть... Смотрите, да? Вы начинаете утро, начинаете с позиции признательности и наблюдаете за тем, что вы в состоянии максимально высокой вибрации и... То есть вы берете признательность, благодарность, знакомые вам чувства, любовь, может быть, вы такое слово знаете. То есть вот это вы раскрываете. С людьми сложно. Собака, кошка, кого-то, не знаю, тарантул любимый, гадюка любимая моя. Ну, я... О женах не говорим, да? Жены у нас просто кошечки. Теперь... Как я завернул, да? Только что... Вроде бы испугал там жену, да? А хоп, кошечка уже... Так вот, смотрите. Когда вы в этом состоянии признательности, на душевном подъеме, на высоте и так далее, вам легко дышится и так далее, вам открывается, что у вас действительно желаемое есть. Я сейчас не говорю о перечне объектов. Пальто, машина, кроссовки. Я говорю, что вы там видите желаемое. Хочу там, ну, не знаю, на рояле поиграть, да? Прогуляться на луну посмотреть. И там оно дальше открывает, открывает, открывает. То, что вы раньше создали и забыли об этом. У вас пути открываются. Вот о чём мы говорим. А не о том, чтобы сейчас напряжённо вспомнить штуку, которую я должен хотеть очень сильно. И я почему-то эту штуку не нахожу. И чтобы теперь меня победить, найти эту всё такую желаемую штуку. Всё, он уже в говне. И там он, сколько ни копошись, там ничего вкусного, извините, да? Кто-то сейчас с бутербоном подавился. Ничего вкусного там нет. Позиция ума определяет. Затем увидите, вы прекрасны или нет в дальнейшем. Так. Так. Ну, кажись... Кажись, вся мысль... Все мысли донеслись. Все, кто молодец, тот молодец. Пять стрёмных... Вот я его какого-то... Он стремится, не знаю, к чему-то. Пять стрёмных зафиксировано. 668 Олонцов вижу. Это я... Знаете, вообще, вот я перед тем, как попрощаться, уже от себя скажу, да, уже не... Меня развлекают, знаете, когда вебинар не начался, а потом уже кто-то антилайки поставил. И потом смотришь, думаешь, вот оно тебе надо, чего-то. Вот тебе не хочется, не смотри, зачем ты туда идёшь. Смешные люди, да? А мне-то всё равно. Я могу убрать это, их там обмелить и так далее. Потому что это у меня позиция... Повторюсь, вот с позиции, да? На что люди, на чём фокусируются, вот это меня изумляет. Я имею в виду, что так ещё человек позволяет своему уму. И он не видит, что это всего-навсего фокус ума. Касательно его лично. Так, дорогие. На этом мы будем заканчивать. Я всё, что хотел донести, то донёс. Был рад вас видеть. Особенно я был рад видеть именно вас, 682-х человек, да? А, сейчас смотрят 985. Ну что с... Ой, сам прог... А, ну да, не важно. Ну я думаю, что сейчас кому надо, то доставить лайки. И... Ну, в принципе, это же ваше дело про это. Спасибо. До скорых встреч. Пока.